Спасибо большое спонсорам канала за выход этого ролика, вы их сейчас видите на ваших экранах. Поддержать канал можно всего от 49 рублей в месяц, ссылки в описании под видео. Отдельное спасибо Алексею Котов, Вишня и другие. Дамы и господа, доброго времени суток, с вами Готико, с вами Сократ, и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно защитить и захватывать города 1, 2 и 3 уровня для себя и своего альянса, чтобы в будущем не совершать тех ошибок, которые совершили мы, после чего мы, собственно, и потеряли определенную часть наших городов. Но на ошибках учится, и если вы посмотрите этот ролик до конца, то вы поймете, как сделать так, чтобы ваш город, который вы пытаетесь застроить, и не позволили из-за ваших ошибок, собственно, его потерять. Так вот, первым делом, что хотелось бы отметить, это сам факт наличия в игре Warpath городов трех уровней, 1, 2 и 3. Про Москву я поговорю отдельно, создав отдельный ролик для этого. Но я хочу вам рассказать, что когда вы начинаете играть в эту игру, у вас есть возможность захватить город 1 уровня. После того, как вы его захватываете, непосредственно у вас появляются бонусы, возможность пойти в город 2 уровня и так далее. После того, как вы попадаете во второй уровень, город 2 уровня, а потом из 2 в 3, у вас появится какое-то свободное время, по истечению которого вы можете его полностью застроить. Что это значит? Вы застраиваете город целиком, своими деревнями. Потом создаете, естественно, какой-то твинк альянс. То есть, вы ходите из своего основного альянса, создаете какой-то дополнительный, в него напихиваются 20 человек, после чего, соответственно, вы запускаете стройку твинк альянса. И таким образом у вас получится возможность легко закрыть собственный город. Что это означает? Вот сейчас, в данный момент, в город этого 3 уровня, в Ленинград, на своем 19 сервере, я не могу попасть, потому что в нем нет ни одной свободной деревни. Это означает, что вы, если вы нажмете кнопку присоединиться к этому городу, вам скажут, что в городе нет свободных мест. Что произойдет, если, предположим, какая-то деревня сгорит? То есть, как было в нашем случае, когда мы потеряли город. Вот горит деревня. Если в этот момент вы заставите весь свой альянс разобрать свои машинки, базы в машинке, и пехотой, и там армией, юнитами расположить их, вот просто, вот максимально сплоченных друг к другу на этом кусочке, то также будут писать, что в город переполнен. То есть, если ничья будка не может там раскрыться, это будет это означать. Так вот, для чего застраивают города? Для того, чтобы получать пожизненно или навсегда, или как вам удобно, на длительный срок получать возможность иметь звание и регалии города. То есть, в данном случае за должность главнокомандующей вы будете получать 10% огневой мощности, прочности базы, универсальный бонус огневой мощи, универсальный бонус прочности, скорость производства и скорость исследования технологий. Очень хорошие бонусы, и для того, чтобы не потерять возможность их иметь и двигаться дальше, не в зависимости от того, как сложится политическая ситуация на вашем сервере, чтобы не было желания уйти на какой-то другой сервер. А если у вас есть такое желание, то безусловно переходите на наш 19-й сервер. Наш супер-пупер классный альянс Готика поддерживает вас, ребята, с этими мыслями. Если вы захотите поиграть с нами, вы можете это сделать легко. Так вот, вернемся к сути ролика. Значит, как правильно застраивать город третьего уровня? На примере третьего вы все поймете и дальше. Первое, на что стоит обратить внимание, в том, что когда вы начинаете строить город третьего уровня, так или иначе, в этом городе будут и другие альянсы. Возможно, это будут альянсы ваши союзники, там, со вторых городов и так далее. То есть, в данном конкретном случае получается, что защитить свой город 100% можно в том случае, если вы изначально 100% там один. То есть, у вас монополия на все деревни. Вы можете его строить как угодно. Но если там появился другой альянс, в котором вы считаете, что это ваш союзник, может быть, вы даже знаете лидера этого альянса, он может все провалить. То есть, у нас получилось, что мы зашли в город третьего уровня в 4 альянса, и мы все думали, что мы классные друзья. В итоге, лидер одного из альянсов забил болт на игру, передал главу там другому человеку, тот по незнанию взял шпиона, тот шпион, собственно, и вскрыл город. Так вот, чтобы этого избежать, вам в первую очередь надо знать, что в городе только находитесь вы. То есть, больше никого в городе нет. Это первый момент. Второй момент. Если вы лидер альянса или приближенный к лидеру альянса, и вы прям топите за свой альянс, то вам надо, вам лично надо, в этом случае иметь всех лидеров. Вот каждый альянс, который создан на этой земле, имеет своего лидера. Соответственно, вы должны иметь доступ к этому лидеру. Желательно, чтобы все вот эти твинк-аккаунты были у вас под стопроцентным контролем. Это первый момент. То есть, вы должны иметь доступ утром и ночью, в любое время суток, к какому-то из этих альянсов. Желательно, чтобы там был всего один человек, и альянс был закрыт. Вот как здесь, например. Мы нажимаем, смотрим, один человек, его номер, и альянс закрыт. То есть, в него нельзя войти. То есть, это означает, что вы просто забиваете пустыми альянсами территорию, в которую в этот альянс войти нельзя, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Полностью уничтожайте вот этих воронов. Полностью уничтожайте этих воронов, если ваш основной альянс подходит к... И имеет бонусы этого города. Ну, вот, допустим, в данном случае вот этот альянс, он не имеет бонусов, там, фартов, допустим, тех же, точнее, не фартов, а академий. Хотя нет, у них все есть. Молодцы какие. А! Да, вот. Академия есть. То есть, у них все есть. То есть, они имеют доступ вот таким вот способом. Объясню, что они делают дальше. Но если у вас здесь не стоит штаб, а у вас идет прямая линия к академии, тут стоят вороны, обязательно избавляйтесь от ворон. В городе третьего уровня, да и во втором тоже, есть возможность поджигать, собственно, вот этих ворон, если еще остались... Если еще остались их базы. То есть, вот осталась база, но вот эту деревню можно поджечь. Не знаю, по кем... Но строить на ней уже будет нельзя. Но врагу важно при вскрытии города, чтобы город просто подожгли. А дальше уже не важно. Дальше они уже разберутся. Так сказать, его взламывают. Это первый момент. То есть, надо полностью избавиться от ворон. Второй момент, это иметь под контролем всех твинк альянсов. И тогда, в этом случае, вам надо будет заключать мирные договора с прилегающими к вашему альянсу... Ваш основной альянс, к нему прилегает твинк альянс, и вы в этом случае, соответственно, заключаете мирный договор. Например, вот есть, предположим, ЛН-10. И вот его территория. Вы с основного альянса заключаете мирный договор с этим альянсом для того, чтобы, если крыса зайдет в ваш альянс, и она подождет деревню другого альянса, чтобы она не могла это сделать. Просто поджечь деревню. Поэтому к прилегающему вашему основному альянсу все твинк альянсы должны иметь мирные договора. И они всегда должны продлеваться. Потому что если вы пропустите этот момент там на 15-20 минут, условно, крыса может дождаться этого момента и просто поджечь ваши города. Идеальный случай застройки, почему я показываю вам Ленинград на 19 сервере, потому что это самый идеальный случай застройки. Лучше, чем вот 19 сервер, город Ленинград, я никогда не видел, чтобы люди застраивали. Это прям идеально. Просто самый лучший. Смотрите, в чем суть с этой застройки. Они имеют штаб, командный пункт. И вокруг всей их территории, которая прилегает, каждый, находится один, один построенный штаб. Это делается для того, что если по какой-то причине вы просто профукали продление договоров, или вы не хотите продлевать договора с альянсами, то есть у вас примыкает, допустим, 10 альянсов к вашему основному, в этом случае получается, что вы можете легко потерять город. Если у них сейчас крыса попадет в их альянс, максимум, что крыса может сделать, это поджечь все штабы. В этом случае, тогда лидеру альянса, который имеет возможность тушить, собственно, зайти на твинка, ему надо зайти на этот твинк альянс и потушить штаб. В данном случае, чтобы взломать этот город, крыса должна проникнуть внутрь этого альянса, после чего поджечь все эти штабы и молиться, чтобы на протяжении там 8-9 часов главнокомандующий, лидер альянса не вошел и не потушил все эти, все эти, собственно, штабы. Вот, делается это примерно по такому принципу. Для чего я показываю этот ролик? Нам было очень обидно терять свои города по незнанию. Рассказываю, как у нас их вскрыли. Город вскрыли при помощи крысы, которая попала к нам в альянс и дождалась вот момент, когда, собственно, спал мирный договор и крыса просто сожгла 7 деревень. 7 деревень и от 3 разных альянсов. И мы пока звонили человеку, который имел доступ к последнему альянсу, естественно, мы не дозвонились, в эту дырку прыгнули враги и, собственно, мы не смогли защитить собственный город. И, таким образом, мы его потеряли. То есть, с точки зрения застройки все было идеально. с точки зрения коммуникации между Квинк Альянсами и мной был пробел через несколько людей. И это надо избегать. Вот в этом случае тогда вы сможете 100% защитить свой город 3-го, 2-го уровня. 1-го, это не имеет значения. При любом раскладе города защищаются все одинаково. Ну, в общем, на этом все. С вами была Готика, с вами был Сократ. Мы обсудили все возможности защиты своего собственного города. И, если вы еще только начинаете играть в эту прекрасную, чудесную игру, то вы сможете, используя наши ошибки, сделать так, чтобы у вас их не было. Что касается Москвы и, собственно, самолетиков, я расскажу чуть позже в других роликах. В общем, до новых встреч, удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok